Партнер проекта спортивный клуб ОАО Красцвет Мед Добрый день! Ознакомьтесь с информацией. Сегодня у нас два главных героя. Это Олег Романцев, самый титловный тренер в истории России по футболу, и Александр Дедючин, двукратный чемпион мира среди юниоров по биатлону. И наша главная тема – это почему в России умирают внезапно спортсмены. За последние две недели российский спорт понес две потери. Давайте поговорим. С большими физическими нагрузками, потому что нагрузок на сердце, сердце самое, считаю, основной орган, который больше всего страдает. Самый известный случай в 2007 году, 19-летний хоккеист, Алексей Черепанов умер во время матча. Прямо на скамейке запасных. Добрый день, вы в спортивном клубе. Меня зовут Горгий Аргян, и мы расскажем о самых интересных спортивных событиях в Красноярске и не только. За последние две недели российский спорт понес две крупные потери. Во время соревнований скончались биатлонистка Алина Якимкина и старший тренер сборной страны по бобслею Александр Щегловский. Причина – сердечная недостаточность. Это уже не первая подобная трагедия в российском спорте. Мы решили понять, почему так происходит. Футболист Енисей Алексей Скворцов проходит нагрузочный локтатный тест. Задача игрока – крутить педали 40 минут. Чтобы определить резервы организма, доктор каждые 4 измеряет количество молочной кислоты. С такой же периодичностью увеличивает нагрузку на 40 ватт и следит за тем, как ее переносит сердце спортсмена. Через этот тест можем выявить самые скрытые, какие-то еще неизвестные, более того, непроявляющиеся патологии сердца, которые, может быть, у него через 5, 10, 15 лет могут появиться. Или те вот случаи внезапной смерти во время спортивных соревнований, мы тоже вот на этом тесте, мы их можем поймать, предвестники тех серьезных ситуаций. В итоге врач определяет частоту пульса, в границах которого спортсмену нужно держаться во время аэробных тренировок. Рекомендация Алексею – 139 ударов в минуту. Тест нужно проходить каждые 2 месяца. Прирост результатов изменит границу пульса. Это, по словам врачей, увеличит выносливость и мощность атлета. Алексей подобную методику знает хорошо. Ее применяли в клубах футбольной премьер-лиги. И уверяет, есть результаты. Мне спортивный, видимо, тяжелее гораздо. Я понимал, что я раза в 3-4 дальше ухожу, нагрузок больше. В Европе эту методику используют уже лет 40 для подготовки спортсменов и восстановления после сердечно-сосудистых заболеваний. В России она пока в новинку. У нас тоже применяют велоэргометры, но атлетам дают более низкие нагрузки. Российские спортсмены дважды в год проходят углубленные медицинские обследования. Не исключение боксера, которых проверяют перед каждыми соревнованиями. И представители автоспорта им дают допуск к турнирам только на 3 месяца. В Красноярском врачебно-физкультурном диспансере есть необходимые оборудования, чтобы выявлять скрытые патологии. Но в России таких оснащенных учреждений все меньше. До перестройки у нас когда-то была очень широко развита сеть диспансеров врачебно-физкультурных. Их на самом деле осталось очень немного. Спортсмен, который занимается спортом, он должен быть под присмотром спортивных врачей. Причем мы всегда говорим, что это должно быть динамическое наблюдение. Это очень важно, динамическое наблюдение. Последние две недели кошмар для российского спорта. Сначала во время гонки на этапе Кубка России остановилось сердце у 21-летней биатлонистки Алины Якимкиной. А затем на чемпионате мира скончался старший тренер сборной страны по попслею Александр Щегловский. Причина та же – сердечная недостаточность. И это далеко не первый случай внезапной смерти в российском спорте. 8 лет назад нападающий омского авангарда 19-летний Алексей Черепанов умер во время матча регулярного чемпионата КХЛ. За несколько минут до финальной сирены у одного из самых одаренных хоккеистов планеты остановилось сердце. В России ежегодно внезапно умирают около 600 тысяч человек, население довольно крупного города. Риск внезапной смерти у спортсменов в два раза выше, чем риск внезапной смерти просто у людей в общей популяции. Что наибольшая все-таки частота внезапной смерти отмечается у тех, кто занимается баскетболом. Далее по степени убывания идет футбол, далее еще ниже академическая гребля, плавание и велосипед. Практически у всех профессиональных атлетов синдром спортивного сердца. Это сердце, адаптированное к тяжелым физическим нагрузкам из-за увеличенных размеров. Грань между синдромом спортивного сердца и заболеваниями сердечно-сосудистой системы тонкая, и нарушить ее легко. Здоровье атлетов в первую очередь в руках самих атлетов. Любое недомогание – повод обратиться к врачу. Безоглядная погоня за медалями может обернуться трагедией. А теперь к радостным темам. Биатлонист Александр Дедюхин завоевал две золотые медали на чемпионате мира среди юниоров. Предлагаю познакомиться с ним поближе, тем более вот он стреляет на рубеже. Вчера был триумф, сегодня тяжелые тренировки. На чемпионате мира среди юниоров Александр Дедюхин завоевал сразу две золотые медали – в спринте и эстафете. Для 20-летнего биатлониста это главная победа в карьере. Признается, только после успеха на соревнованиях в Минске по-настоящему поверил в себя. Появился, наоборот, особый такой, мне кажется, азарт. Появилось такое, ну, стремление, то, что я вот могу показать такие результаты. Какая-то, можно сказать, жадность к победам. Главные болельщики Александра ждут дома, в Чите. Для родителей каждая трансляция по биатлону с участием сына – стресс. У нас папа такой, знаете, он эмоциональный, он прямо подскочит, убежит куда-то снова к телевизору. Я говорю, ну, можно я тогда уйду от телевизора, потому что я уже не могу, просто не могу смотреть. Он говорит, сиди спокойно, сиди спокойно. В Красноярск из Читы Саша переехал два года назад вместе с личным тренером и девушкой. Она тоже биатлонистка. Для Саши это плюс. Ну, она, конечно, может подсказать по стрельбе или как-то уйти по дистанции. Ну, много разных нюансов. Живет спортсмен в гостинице Красноярской академии биатлона. По два человека в комнате. Но жилплощадь делит не с подругой. Сосед – парень. Такие правила. Условия, в отличие от тех, что были в Чите, идеальные. Бесплатное питание, рядом тренажерный зал, стрельбище, трасса. Я за все благодарен и Читинской школе биатлона, дешерпа биатлона и Центр спортивной подготовки. Ну, просто, мне кажется, человек ищет лучшие условия для себя. Саша кажется спокойным и уравновешенным парнем. Это, впрочем, один из основных его козырей и на соревнованиях отмечают тренеры. Говорит тихо, на вопрос старается отвечать конкретно. Ничего лишнего. Как и в жизни, только спорт. В свободном времени, говорит, практически нет. Перелеты, соревнования, тренировки, даже хобби нет. Правда, нравятся спортивные машины. Как раз копят на свой первый автомобиль. Да еще с интересом относятся к боулингу. Там, как и в биатлоне, тоже нужно работать на меткость. По словам Саши, все время ходил в боулинг, но не получалось. Однако со стороны новичка в нем трудно заподозрить. Шарту и дело находит Кекли. Играет настолько уверенно, что даже по заказу несколько раз подряд вбивает страйк. Но и здесь отвлечься не удается. Саша гнет свою линию. Моя главная цель, я хочу сказать, олимпийский чемпионат. Следующий год обещает быть для Саши непростым. Он будет соревноваться уже со взрослыми атлетами. Этот переход для многих юниоров складывается болезненно. Но Саша спокоен, справедливо замечает. Терпение и труд все перетрут. Как тут не согласиться. А следующий наш герой уже добился больших высот в карьере. Эксклюзивное интервью с самым титулованным футбольным тренером России, бывшим наставником московского «Спартака» и сборной страны Олегом Романцевым. Вы есть вероятность, что когда вернетесь в футбол? Этой вероятности в ближайшее время нет. Хотя время идет, в общем-то. Но пока, даже психологически, если я сейчас уже готов работать, то физически, к сожалению, не готов. У меня не все в порядке со спиной. А работать в полсилы я не привык, да и не умею, да и никому это не надо. Да, приглашение есть, приглашение самое серьезное, из зарубежных клубов. Но я так деликатно пытаюсь объяснить, что я вернусь к работе настоящей, только тогда, когда буду полностью здоров. Вы когда-нибудь рассматривали такую возможность, что в конце когда-нибудь вернетесь в Красноярск и возглавите, например, наш Красноярский Енисей? Если честно, не рассматривал. Не рассматривал, да, потому что для меня уже и перелеты вот эти очень тяжелые. Ну, я как-то привык к Москве, я так посчитал недавно. Я, кажется, в Москве в два раза больше живу уже, чем в Красноярске. Там уже в Россию, там тоже много друзей. Хотя здесь вот за два дня я столько ребят своих близких, знакомых и друзей повидал, что вернувшись сюда, я бы не остался один. Что за предложение должно быть, чтобы вы его всерьез рассматривали? Да, предложение только такое, в команду, которая решает самые высокие задачи. Если предложения идут от команды, которой надо удержаться, надо не вылететь, надо войти в тройку, я от такого предложения отказался бы. Если предложение и серьезное, конечно, подкрепленное определенным составом, финансовая пирамида выстроена правильно, и скажут, что эта команда, ваша задача выйти на первое место, стать чемпионами, и да, это предложение будет принято. Чемпионат имеет значение? Ну, а как же? Конечно. Российский? Ну, российский чемпионат не очень сильный, я скажу откровенно. Мне кажется, все-таки у нас перебор легионеров и таких второсортных. Но это опять мое мнение. Многие считают, что у нас высокого уровня легионеров. Да, есть высокого уровня, но их как раз единицы. Если дать возможность все-таки нашим футболистам больше доверять, может быть и наш чемпионат, да и наша сборная заиграет другой футбол. Ну, вот здесь тоже палка о двух концах. Мы часто беседуем с руководителями футбола и с тренерами. Все-таки наших детишек надо вот с таких лет учить патриотизму. Попадая в хорошие команды, они перестают к себе требовать, снижают требования, и, как правило, из них ничего дальше не получается. Посмотрите на уровне юношей. У нас очень приличные команды. Да и молодежка иногда выстреливает так. Но после этого единицы только играют за свои клубы. Ну, я уж не говорю за сборную России. Вы как-то признавали, что для вас наилучшие условия, когда вы хозяин в клубе, когда вам не диктуют условия, вот как было в Спартаке в 90-е годы, когда вы были и президентом, и тренером клуба. Вот сейчас такой клуб можно найти? Ну, знаете, есть такие руководители, я даже их знаю, которые, если пригласили тренера, они полностью ему доверяют. Полностью доверяют. По конкурентованию, я уж не говорю про установку, про направление, про то, что, как ставить состав, что ли. Есть такие руководители, и как это не обидно. В основном они за рубежом. Прошло 12 лет, как вы покинули команду. С тех пор Спартак не выигрывал ни одного официального трофея. Как думаете, совпадение? Нет, это закономерно, в общем-то. Потому что та работа, которая велась при Николая Петровича, ну, совместно со мной, она немножко другая сломать. Мы сломали, но пока построить еще ничего не смогли. Ну, радует, что люди, которые сейчас руководят Спартаком, я не имею в виду тренеров, а руководители команды, она все это понимает и старается из этой, ну, можно сказать, неприятной, что ли, ситуации уйти, выйти. Спартак ведь не привык ни вторым, ни третьим местам, и никогда не привыкнет. У него очень требует болельщика. Это правильно, в общем-то. Наш болельщик не признает никаких мест, кроме первых. Какое впечатление у вас сложилось от работы нынешнего тренера Спартака Мурата Якина? На первый раз, по-моему, сборы целые работают. Посмотрим, как команда будет. Состав? Состав хороший, можно играть со всеми, можно обыгрывать любых соперников. Как он провел сборы? Шарахается много, вот, то, что по составу вижу. То есть сегодня он играет, то завтра в запас даже не попадает. Значит, слишком большой подбор игроков, и он еще не определился, что он хочет. Я и со своими пацанами разговаривал, которые вот, вот, Хлестов чуть ли не в 8 раз, что ли, чем-то он странный, Титов, умненький парень у нас, с частных, Тихонов, Оленичев. А они в один голос говорят, мы еще не поняли, чего хочет Спартак, как он играет. Я с ними согласен. Олег Иванович, как оцените работу главного тренера сборной России Фабио Капелло? А пока, на мой взгляд, его работа на тройк с минус. Ничего, здесь стесняться команда не провела ни одного такого матча, выдающегося, который сейчас можно было сказать. Вот эта команда, вот она, если на таком уровне будет играть, станет чемпионом Европы. Ну, обыгрывали команды, которые заведомо классом ниже, обыгрывали команды, которые, ну, может быть, не совсем в порядке были в физическом отношении, потому что там чемпионат закончился. Но согласитесь, что при любой ситуации с Молдавией дома один-один играть нельзя. Кто, на ваш взгляд, должен тренировать сборную? Российский наставник или иностранный? И в командах я болею за те команды, где россияне работают. И в сборной я бы хотел руками и ногами голосовать за российского тренера. 7 марта, 82 года назад, в Атлантик-Сити, некто Чарльз Дару создал легендарную, впоследствии настольную игру «Монополия». Мы с красноярскими спортсменами, любителями этой игры, решили отметить это знаменательное событие партии. Веселий Артемьев, капитан сборной России по регби, Играл в Англии одной из сильнейших лиг мира. В студенческие годы выступал за юношескую сборную Ирландии. Да, за 10. Что за 10? Миллионы. Юлия Стафоркина, чемпионка Европы по кикбоксингу, добавить больше нечего. А пока он думает, я предлагаю Челябинск на пензу. Сыргут нарезать. Анастасия Рыбакова, капитан женского рыбийного клуба «Красный Яр», ценит в людях доброту, во время матчей перестает быть примером для подражания. 660. Почему 660? Потому что 600 плюс 10%. Илья Гультяев, игрок футбольного клуба «Энисей», играл бок о бок с Артемом Дзюбой и Никитой Баженовым, видел Валерия Карпина. Субтитры создавал DimaTorzok А почему ты не выиграл? Он оказался удачливее просто, но я думаю, что мы реванш у него еще возьмем. Гор, а на следующую неделю у нас какие-то темы уже заготовлены? Да, у нас есть эксклюзивное интервью с лучшим телекомендатором страны, по мнению телезрителей Владимиром Стагниенко. У нас есть еще идеи, вот давай сейчас их обсудим. Ну а вы увидите воплощение этих идей в следующую субботу. Ну и самое главное, уважаемые, любимые девушки, с наступающим вас праздником. До встречи. Что-то мне еще покрутить надо. Велосипед, давай 200 открутишь. Четыре, три минуты еще. Три минуты? Да. Три, давай, 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 друг, дыши. Но попробуйте. Видите, вчера девушка одна иссякла. Жарко, жарко. Давай. В России где-то за рубежом она не существует. Какая статистика вообще? Нет, она существует и за рубежом, но она там гораздо меньше смертей, потому что у них есть опыт. Смотрите, нам в России, нам вчера показывали прибор, который за рубежом из Европы использовали 40 лет. В России, там определяют, какие портологии могут случиться у человека через 5 лет, через 6 лет. Хорошо? Хорошо. Давайте сейчас больше движений в сердце. Все разом, быстро. Начните торговаться, передавать деньги друг другу. Давай, давай. Не суета, Гор. Гор, давай, я скоро вред. Так, так, так. Я стараюсь, я встал в газете. Я встал в газете. Я встал в газете. Шанс, мы сделали бассейн, чем саперла. Кто-нибудь психоните, вы идите. Кто-нибудь. Стойте. Партнер проекта «Спортивный клуб» ОАО «Красцветмет».